здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал своя закваска и в эфире рубрика козы тема сегодняшнего видео как обрезать копыта козе за 24 часа до того как будет проводиться чистка и обрезка копыт козу рекомендуется поставить на подстилку с мокрыми опилками или заниматься этой процедурой после прогулки по мокрой земле это служит для размягчения копытного рога почему же важно расчищать и обрезать копыта копытный рог это омертвеший эпителий животные на воле стирают его во время ходьбы домашние же даже при летнем выпасе большую часть года проводят в стойле и хозяин конечно должен следить за состоянием копыт своего питомца дабы не было копытных гнилей и деформации копыт и суставов для данной процедуры нам понадобятся специальные ножницы для обрезки копыт у нас это ножницы немецкого производителя стоимостью 1 тысяча рублей купили мы их в оптово-ветеринарной аптеке для тех кто проживает в нижегородской области адрес город нижний новгород улица кащенко 9 ооо ветснап вместо профессиональных ножниц можно использовать ножницы по металлу или хороший садовый секатор для расчистки удобно пользоваться простой отверткой проводить такую процедуру советует два раза в год но я на практике вижу что желательно каждые 3-4 месяца так как мои козы не ходят на пастбище и в их распоряжении только летняя огороженный выгул копыта стирать просто негде для начала нужно зафиксировать животное чтобы было легче работать хорошо если есть специально оборудованный станок где еще дополнительно фиксируется нога далее отгибаем загнутый роговевший копытный рог удаляем грязь и навоз далее срезаем кромку на каждом пальце принцип тот же что и стрижка ногтей у людей как только внешняя ороговевшая часть сравнялась с мягкой белой подошвой внутри копыта стрижку нужно прекратить для удобства мы всегда сначала срезаем уголок а затем заводим ножницы внутрь и наклонив их краю обрезаем пяточку стрижем немного только то что нависает также важно выровнять ровную плоскость чтобы при ходьбе копыта ровно стояла на земле если копыта уже деформировались то выровнять эту плоскость можно постепенно часто прибегая к этой процедуре также не забываем проверять висячие пальчики если сильно отросли тоже аккуратно обрезаем до живой ткани если были обнаружены гнили после их удаления необходимо обработать копыта антисептиком мы любим всегда пользоваться термицином бывает что нечаянно стриганешь живую ткань особенно это касается пятки и идет кровь это место также нужно обработать если проводить эту процедуру регулярно то работа сильно облегчается запущенные варианты сложны тем что уже идет деформация копыт становится трудно определить где граница ороговевшей и живой ткани и как к ней подойти поэтому желательно не откладывать эту процедуру в долгий ящик и проводить ее своевременно а на этом я заканчиваю желаю вам и вашим питомцам крепкого здоровья благодарю вас за просмотр и всего вам самого доброго а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон